Ну и вот есть вот такие вот книжечки. В начале 80-х годов прошлого столетия в Центральной городской библиотеке был создан фонд редкой книги. Издания, которые хранятся здесь, не только для библиотекарей имеют большую ценность. Посетителям их показывают, но крайне аккуратно и в руки почти не дают. Среди самых, так скажем, старых книг фонда нашего, вот книги Кирилловского шрифта, это богослужебные книги. Вот, например, эта книга издана в 1897 году. Следующая книга, как мы предполагаем, еще более раннего года издания, но, к сожалению, мы так и не смогли определить, когда же она была издана. Ну вот, тоже вот такого же Кирилловского шрифта книга. Ольга признает, что бумажные книги хорошо, но переводить их в электронные просто необходимо. Ведь только так редкие издания могут дойти до читателя. Однако не стоит думать, что одно может заменить другое. Шелест страниц особый аромат бумаги и не передаст планшет или компьютер. Там и подтверждение количество посетителей в этой библиотеке. Только в прошлом году их было больше 8 тысяч, и прочитали они. В общей сложности 600 тысяч книг и газет. Если брать категорию молодежи, то есть от 15 до 30 лет, то, конечно, у нее по-прежнему популярные книги. Это фантастика, фэнтези, мистика, триллеры. Ну и, как ни странно, книги по психологии. Люди постарше предпочитают детективы и любовные романы. А еще произведения советских авторов и литературу военных лет. Ну вот книга «Лебедева кумачах. Бой за Родину», изданная уже в 1941 году. Так что бояться современных тенденций не стоит. Можно читать электронную книгу и в одном устройстве иметь доступ ко всей мировой библиотеке. Можно наслаждаться классическим бумажным экземпляром. Главное – читать и любить литературу. Евгения Ежутова, Иван Зяблицкий. Будни. Ну, спасибо.